Пушкин Не плачешь ты о мертвом женуке, дитя мое, судьба мне не судила, виновником быть вашего блаженства, я, может быть, прогневал небеса, я счастье твое не мог устроить, безвинная, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Это что? Чертеж земли московской, наше царство из края в край, вот видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань, вот море, вот пермские дремучие леса, а вот Сибирь. А это что такое? Узором здесь ведется, это Волга, как хорошо, вот сладкий плод ученья, как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг, границы, грады, речи. Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстро текущей жизни. Когда-нибудь и скоро, может быть, все области, которые ты ныне изобразил так хитро на бумаге, все под руку достанутся твою. Учись, мой сын, и легче, и ясней, державный труд ты будешь постигать. Вот Годунов идет ко мне с докладом, душа моя, поди в свою светлицу, прости, мой друг, утешь тебя, Господь. Что скажешь мне, Семен Никитич? Нынче ко мне чем свет дворецкий князь Василия и Пушкина слуга пришли с доносом. Ну? Пушкина слуга донес сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец и через час без грамоты отослан был обратно. Голоса схватить! Уж посланов догонил. А Шуськом что? Вечер он угощал своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, Михаила Салтыкова, да Пушкина, да несколько других. А разошлись уж поздно, только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще. Сейчас послать за Шуйским. Государь, он здесь уже? Поздно позвать его сюда. Сношения с Литвою! Это что? Противен мне род Пушкиных мятежный. А Шуйскому не должно доверять уклончивый, но смелый и мукавый. Мне нужно, князь, с тобою говорить, но кажется, ты сам пришел за делом и выслушать хочу тебя сперва. Так, государь, мой долг тебе поведать весь важный. Я слушаю тебя. Но, государь... Царевич может знать, что ведает князь Шуйской. Говори. Царь, из Литвы пришла к нам верить... Италии, что Пушкину привез вечер говец. Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь всей тайны. Нет нужды, князь. Хочу сообразить известие, иначе не узнаем мы истины. Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него. Что ж говорят, кто этот самозванец? Не ведаю. Но чем опасен он? Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родеем и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чель изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, Мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, К нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя. Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия? Царевич удались. Он покраснел быть бурен. Государь, дозволишь ли? Жестя мой сын, поди. Димитрия? Он ничего не знал. Послушай, гнязь, взять меры в сейший час, Чтоб от Литвы Россия оградилась доставами, Чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, Чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, Чтоб ворон не прилетел из Крахова. Ступай. Иду. Стой. Неправда. Эта весть затейлива. Слыхал ли ты когда, Чтоб мертвые из гроба выходили Попрошивать в царей, Царей законных, Назначенных, Несбранных всенародно. Увенченных великим патриархом смешно. Ах, что? Что ж, Не смеешься ты? Да, государь, Послушай, Князь спаси. Когда узнал, что отрока сего, Что отрока сей лишился как-то жизни, Ты послан в наследстве. Теперь тебя крестом и богом заклинаю. По совести мне правду объявили. Узнал ли ты, Убитого младенца, Не было ли подмена? Отвечай. Клянусь тебе. Не пускай, не клянись, Но отвечай. Кто был царевич? Он. Подумай, князь. Я милость обещаю, Прошедший лжи, А полую напрасной не наказу. Но если ты теперь Со мной щитришь, Об голову сына клянусь, Тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, Что царь Иван Васильевич От ужаса Во гробе содрогнется. Мне казнь страшна, Страшна твоя немилость Перед тобой Дерзну ли я луками? И мог ли я так слепо обмануться, Что не узнал великий? Три дня я труп его в соборе посещал, Всем угличем туда сопровожденный. Округ его тринадцать тел лежало, Растерзанных народом. И по нему шклинии Заметно проступало. Но детский век царевича Был ясен, И свеж, И тих, Как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва, Чертыш лица Совсем не изменился. Это, государь, Сомненья нет, Дмитрий В окрове спит. Довольно. Ударись. Ух, тяжело! Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем тринадцать лет мне сряду все снилось, убитое дитя, да-да, вот что. Теперь я понимаю, но кто же он, мой грозный супостат, кто на меня пустое имя, тень. Уже ли тень сорвет с меня порфиру, и звук лишит детей моих наследства? Безумец я! Чего ж я испугался? На призрак сей подуй! Нет его! Так решено! Не окажу я страха! Но презирать не должно ничего. Ух, тяжело! Ты шапка, мономаха! Не оказывает. Угу.